Пережить вот эту войну, черт, вот этих шакалов под названием пуйло, майно и так далее, это самая главная проблема. А зима и холод это вообще ерунда, это чепуха последним с тем, что творит вот эта агнида. Сколько же полукраины уничтожила, испепелила эта сволочь. Что там еще можно сказать? Путин президент мира! Ура! В качестве окончательного решения задачи разделить все человечество на две неравные части. Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятками. Те же теряют личность, превращаются как бы в стадо, достигают первобытной невинности, как бы первобытного рая, впрочем, будут работать. Нет, не хочу, он гениальный человек, мне все так хорошо, я сам читал. Ну, к примеру, все рабы в рабстве равны. Первым делом понижаем уровень образования, наук и талантов. Нам не надо высших способностей, не надо. Их либо изгоняют, либо косняют. Мы всякого гения потушим в младенчестве. К цитерону отрезывается язык. Копернику выкалываются глаза. Шекспир побивается камнями. Понимаете, да? А потому что без деспотизма нельзя. Но в стаде должно быть равенство. В мире одного только не достаёт послушание. Полное послушание, полная безличность. Нет, страдания, желания, это для нас. А для рабов в стадии дисциплины. Через шпионство. Каждый член общества следит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Не, ну конечно, сейчас спросите, как же нам всего этого добиться? Нашим людям сомкнуться и завести кучки. По пять человек в каждом. Но что больше всего на наших людей действует, так это мундир. Нет, ничего сильнее мундира. Я знаю, что каждому выдумывают чины и должности. Ну, регистраторы. Соглядаты. Секретари. Очень нравится. Очень. И отлично принялось. Затем следующая сила. Сентиментальность. Затем мошенники. Эти, по-моему, выгодны очень. На них очень много времени идет, неусыпный надзор требуется, так что не будет. Ну и, наконец, главная сила. Цемент всесвязующий. Это стыд собственного мнения. Вот с такими все можем всем. Нет, это я вам говорю. У меня любой в огонь пойдет. Любой. Стоит только прикрикнуть, что недостаточно революционен. Любой. Ладно. Чины и прочие хорошие клейстеры, главное другое. Подговариваем четырех членов кружка. У какого же пятого? Нет, ну под видом того, что донесет. И тут же. Мы их пролитой кровью, как одним узлом связываем. Рабами станут. Не поспеют ни бунтовать, ни отчего-то спрашивать. Это раз деспотизм одной десятой. Так стало быть. Надо ложь в принцип возводить. Ложь плюс ложь равняется, ну? Истину. 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 Нет, ну вообще все надо взорвать. Все. И для этого все средства прошли. Ложь плюс ложь равняется истине. Почему? Потому что верим. Потому что верим. Верим. А раз верят, рождается энергия. Сила. Без силы не взорвать. Ложь во спасение. Где здесь как-то? В Евангелии. Чего? Чего? В Евангелии. Найдем где-нибудь. Уизуита. Найдем. Вы дайте! Дайте взрасти поколению! Одно! Два поколения разврата необходимые! Разврата неслыканного, подлинненького! Тогда человек превращается в грязную, жестокую, себя любимую мразь! Вот! С такими все можно! Но! А потом! Кровушки подпустить! судорогу! Раз в тридцать лет! И все! И люди сразу начинают пожирать друг друга! Новейший принцип всеобщего разрушения для добрых и окончательных целей требует 100 миллионов голов для выдворения здравого рассудка в Европе! 100 миллионов голов! Вот именно мы провозносим разрушение! Это идейка обаятельная! Пустим легенды, пустим поджоги! Тут такая раскачка начнется! Ну, сын, начнется смута и застонет земля! И взволнуется море! И рухнет! Балаган! И не надо конфузиться, что кого-то придется укокошить! Много тысяч придется укокошить! Придется! И только тогда вы сможете ощущать эту здоровую гордость, которая сопряжена с исполнением долга! Нет, ну а править править станем мы однодесятые заранее предназначавшиеся для власти! Заранее! Вот умных приобщим к себе! Ну, это все! На растопку материал! На глупых поедем верхом! Вся суть моей революционной теории заключается в отрицании чести! И я ее смело и безбоязненно выражаю! Ну, в Европе трусливы, а у нас... Простите, нет! Это у нас! Вот! Мне был звонок, из Министерства культуры значит, с вопросом готов ли я ознакомиться с текстом письма, значит, которое будет предложено. Ну, скажем, ну, конечно, давайте мне через некоторое время позвонили, прочитали и сказали, можно считать, что вы это письмо одобряете, поддерживаете, можем ли мы поставить вашу подпись? Я местный житель, как и все местные жители, мы местные жители, как и жители других мест, я вагоновожатый, как и все вожатые вагонов, мы бурильщики, мы курильщики, мы все, как и все остальные, решительно, всемирно, целиком и полностью одобрям. одобрям с большой буквы, потому что одобрям это не глагол, это больше, чем действие. Одобрям это название эпохи.